Приветствую всех в продолжении обувной темы, темы растяжка обуви. Сегодня мы коснемся вопроса, как растягивать обувь в длину. Если человек обратился к нам с просьбой растянуть обувь в длину, то нам, как врачу, необходимо выяснить у человека, что его беспокоит и где его беспокоит. Как правило, если обращаются с просьбой потянуть в длину, больше всего беспокоит большой пальчик. Это он самый первый узнает, что пара маловато в длину, и ему там тесно, не хватает места. Вот ему-то мы и будем помогать. С чего все начинается? Начинается все с подгонки колодки. Если мы тянем обувь в длину, то нет необходимости нагружать пучки. Наоборот, мы даже можем сделать колодочку немножко свободней, чтобы не мешать колодке продвижению вперед. Ну и заодно не растянем ничего лишнего здесь в пучках. Первое, что необходимо сделать, это подогнать форму носка. Надо форму носка колодки сделать максимально похожей форму носка обуви. Трудно это или легко? Понимаете, если мы в детстве держали в руках карандаши, пластилин, что-то из него лепили, то повторить форму, приблизительно даже ее создать, это не будет так сложно. Например, вот у меня есть пара женских колодок. Сейчас я покажу поближе. Вот была такая колодочка. И необходимо было подогнать под такой носок в сапоге. Вот я взял из кожи, нарастил на носочную часть, наклеил кусочек кожи, обработал, придал нужную форму, и получилась желаемая форма. Поэтому сделать это, в общем-то, не составляет большого труда. Далее, подогнав форму колодочки, форму носка, есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание. А именно сам носочек. Вот о нем мы сейчас побольше и поговорим. Дело в том, что когда надо тянуть в пучках, где много кожи, это не составляет большой проблемы. Много кожи легче потянуть. Но носочек, это исключительная такая часть обуви, где не только само по себе немного кожи, но там еще и присутствует подносок, который не дает возможности обуви или коже тянуться столько, сколько нам надо. Поэтому в носке необходимо нам бороться за каждый миллиметр. Для этого что мы делаем? Сейчас чуть поближе возьму. В наружной части носка, как правило, проблем нет. И эту часть мы можем сглаживать и делать более плоской. Конечно, сохраняя общую форму носка. Снимая напряжение с наружной части, мы работаем в пользу проблемной зоны. Отсюда кожа, не напрягаясь, может поддаться в проблемную зону большого пальца. Это первое. Второе. Форма колодочки в носочной части. Форма не должна иметь острую грань. Она должна быть закругленной. Форма доска должна повторить форму большого пальчика. Почему это важно? Потому что, если грань колодки упрется в грань затяжной кромки, то уже никто никуда не пойдет. Колодка не в состоянии будет двигаться вперед. И только если в колодке, колодка будет иметь форму носка, она сможет за счет плавной грани преодолеть острую грань в затяжной кромке и двинуться вперед. Есть еще одна тонкость, которая поможет нам в этом процессе. А именно, в нижней части колодки я наклеиваю кусочек кожи. Он имитирует по форме большой палец. И имеет толщину, этот кусочек кожи здесь, имеет толщину где-то около 3 мм. Для чего это необходимо? Когда мы будем наставлять пару, то вот этот кусочек, имитация большого пальца, сможет в стельке вдавить в стельку и в стельке освободить место ложбинку для большого пальца. И тогда еще немножко может освободиться пространство для него. И в то же время, в то же время, эта накладочка кожаная, она является своего рода трамплином для преодоления грани в колодке, чтобы колодочка могла двигаться вперед. Вот несколько вот этих нюансов. Повторюсь. Сглаживаем наружную сторону, выделяем здесь пальчик, большой, чтобы повторяем его форму. Наклеиваем кожаную накладочку толщиной около 3 мм. и у нас носочек становится похожим на большой палец нашей ноги. Тогда мы можем приступать к следующему процессу. Это наставление. Наставление колодки особой сложности из себя не представляет, но есть некоторые нюансы, на которые сейчас хочется обратить внимание. Ну, кулечек, как обычно, это как для гигиены, лучшего скольжения. Наставляем. Так, колодочка у нас предварительно зашла. Теперь пяточка. Для пяточки еще раз хочу обратить внимание на форму самой пяточки. Чтобы не растянуть берцы, верхнюю часть в пятке я намеренно больше прижал вовнутрь, чтобы упор был в основном на корень задника. Тогда берцы у нас не пострадают. Они останутся такими, какими и должны быть. Итак, вставляем пяточку в колодку и вставляем клинки. один клинышек и колодка чуть-чуть поддалась вперед. Но, как мы уже говорили, носочная часть это особенная часть. Там находится подносок. Подносок это довольно жесткий материал. Ну, в каком плане жесткий? Он не так хорошо растягивается, как кожа. Он не такой эластичный, как кожа. Его задача сохранять форму носка. Вот он ее и сохраняет. Вот и не пускает нашу колодочку туда вперед. Но, как правило, все материалы, которые ставятся на подносок это термоматериалы. Что это значит? Они очень поддатливые становятся под воздействием тепла. Собственно говоря, когда им придают форму, то их сначала разогревают, потом придали форму, они остыли и запомнили эту форму. Мы пойдем обратным процессом. мы сейчас будем разогревать носочек, сделаем носочек поддатливый и в этот момент протолкнем нашу колодочку вперед. И тогда носочек примет форму уже необходимую нам. Итак, обычным феном прогреваем носочек. теперь пока носочек тепленький и податливый. Мы вставляем еще один клинышек и вперед. смотрите, что происходит. Колодочка пошла вперед. Освобождается место для большого пальца и мы добиваемся своей цели. При этом форма колодки можете посмотреть, форма носка сохраняется такой, как и должна быть. остыть. Но это еще не все. Бывают случаи, когда этого может не хватить. Тогда мы можем воздействовать еще на заднюю часть пары. Подождав пока носочек остынет, мы освобождаем, снимаем напряжение, убираем один клинышек и что мы делаем дальше? Обувь, если тянется в длину, значит это не только вперед, но и можно тянуть назад. Как правило, задники, наверное, в процентах 95, может даже и больше, во всей обуви, также искусственные, не кожаные. Часто тоже это термоматериалы. Но даже если там стоит кожаный задник, то под воздействием тепла, а тепло это великая сила, под действием тепла все становятся мягче, податливее, только когда холодно, все становятся жесткими, недоступными. Так что под действием тепла, да и по законам физики, все тела расширяются, добреют. Так вот, мы тоже воспользуемся этой ситуацией и разогреваем задничек, опять же феном, аккуратненько со всех сторон. И теперь повторно вставляем клинышек и забиваем. Теперь нагрузочка пошла уже в сторону задника и ждем пока оно немножко остынет. Итак, что у нас получается? несколько миллиметров вперед в пользу большого пальчика, несколько миллиметров назад. Так, глядишь, и миллиметров пять, а это полразмера, мы отвоевали для большого пальчика, чтобы он чувствовал себя комфортно и замечательно. На первый след это дело может кому-то показаться сложным и хлопотным. Подгонять колодку, что-то там под пальчик мастить, формы выводить, но я очень хорошо знаю как высоки амбиции сапожников. И не важно чем мастер занят, то ли изготовлением новой обуви, то ли ремонтом, но каждый из них чувствует себя причастным к ремеслу, где есть индивидуальность, где работать надо не только и даже не столько руками, сколько головой, где необходимо проявлять творческие свои способности. И если вы в этом ремесле претендуете на высший пилотаж, то согласитесь, стоит потрудиться, подумать и тогда получите не только материальное удовлетворение, но и что более ценно моральное удовлетворение, когда у вас все прекрасно получится. Эта работа на самом деле является искусством. Даже такой великий поэт, как Александр Сергеевич Пушкин, оценил искусство этого ремесла. Помните, у него стих, так и называется, «Сапожник». Картину раз высматривал сапожник и в обуви ошибку указал. Взял тот чат с кисть, исправился художник, тут подбача сапожник продолжал. «Мне кажется, лицо немножко криво, а эта грудь не слишком ли нога?» Тут апеллес прервал нетерпеливо, судит вжог не свыше сапога. Если у меня приятель на примете, не ведаю, в каком бы он предмете был знатоком, хоть строгом на словах, но черт его несет судить о свете. Попробую он судить о сапогах. На этой поэтической ноте прощаюсь с вами всяческих вам успехов. До новых встреч! До новых встреч!